В Карачаево-Черкесии открылась восьмая, последняя площадка ежегодного фестиваля современного искусства «Аланика». В 2023 году организаторы из Северной Осетии отошли от традиционного художником Эдуардом Кубенским регламента и привезли искусство в несколько регионов России. В Карачаево-Черкесии экспозиция цветы появилась на площади перед музеем-памятником защитником перевалов Кавказа в поселке Орджоникидзовском. На месте побывал наш корреспондент Артур Мкце. Поляна из десятков тысяч цветов перед музеем-памятником защитником перевалов Кавказа в поселке Орджоникидзовском. Автором этого произведения является художник Эдуард Кубенский. Экспозиция стала частью проекта «Марафон открытий», организованного в рамках фестиваля изобразительного искусства «Аланика», который на 16-й год своего существования вышел за пределы Северной Осетии. Изначально на этой площади планировалось высадить 344 тысячи таких цветов по примерному количеству советских воинов, погибших в боях на перевалах Кавказа. Но тогда мемориальному комплексу пришлось бы подыскивать куда большую территорию для поляны памяти. А так в итоге было найдено компромиссное решение. По словам автора идеи, для создания своего творения он постарался как можно лучше узнать историю Великой Отечественной войны, в частности изучить страницы обороны перевалов Кавказа. Так, стреляные гильзы — это отсылка к смертным медальонам, которые помогали при опознании погибшего воина. Из подручных средств, из патрона вытаскивали пули, высыпали порох, туда вкладывали бумажки, и пулю засовывали в обратную сторону. И получался такой новый медальон. Сегодня, когда находят на таящих ледниках останки солдат, и при них находят такие жетоны, сразу же становится понятно, что это советский солдат. И в некоторых жетонах сохраняются ещё и бумажки, которые могут идентифицировать. Сооружение состоит из десятков тысяч стреляных гильз, закреплённых на стальной проволоке. На ветру они издают мелодичный звук, сравнимый с флейтой пастухов. Это своего рода отсылка к предмету, который в регионе издавна использовали во время выпаса домашних животных. Позже такой экспонат стали создавать из металлической трубки оружейного ствола. То есть предмет, который изначально предназначался для военных целей, использовали для мирной жизни. В числе почётных гостей торжественного открытия поляны памяти были руководитель Государственного музея изобразительного искусства имени Пушкина Елизавета Лихачёва и организаторы фестиваля «Аланника» из Северной Осетии. Фестиваль «Аланника», который существует в этом году, в 2016 год пошёл, и он завоевал определённую репутацию в республике Северная Осетия. Нам показалось, что в этом году надо выводить эту работу с современным искусством за пределы региона, одной конкретной республики, растягивать её на весь Северный Кавказ, потому что, как мне кажется, это очень важная работа, потому что языком современного искусства можно говорить надолгие разные темы. И мне кажется, что часть государственной политики в области культуры должен быть разговором языком современного искусства, темы, которые важны нам. Впрочем, этот без преувеличения шедевр изобразительного искусства стал таким в том числе благодаря юным жителям Карачао-Черкесии. Ребята из юноармейского отряда «Ураган» Прикубанского района помогали автору воплощать его творческие идеи на практике. В данном проекте мы участвовали с первого дня. В 7 утра мы выезжали из села Привольное, приезжали сюда. И каждый из нас с огромным интересом принимал участие в данном проекте, поскольку это наша история. И огромное спасибо организаторам за возможность нам поучаствовать в истории, что мы можем подать пример другим детям, что наша история в наших руках. Отдав дань памяти погибшим защитникам Перевала в Кавказе, участники мероприятия посетили сам музей. В помещении приглушенный свет как бы воссоздавал тревожную атмосферу времен Великой Отечественной войны. И в этой обстановке по-новому зазвучали произведения поэтов Карачао-Черкесии в исполнении солистов Северокавказского филиала Мариинского театра. Артур Макцелий Бастанов, Вести Карачао-Черкесия, Карачаевский район.